Девчоночки, доброе утро, какого-то следующего дня. Не уверена, что сегодня буду снимать целый день, просто хочу вам показать. Я сейчас часто делаю свои вот эти вот белковые коктейли. Фаберлик я вам сейчас покажу. Я уже много-много раз показывала. Кстати, мне очень понравился клубничный, прям вот вкус. Я обычно, если честно, не люблю продукты с клубникой. Ну, какие-то там батончики, не батончики, потому что вот воспроизвести очень хорошо вкус клубники мало кому удается. Она какая-то химический вкус. И, кстати, я сейчас занялась эфирными маслами, ну, по крайней мере, себе купила, не занялась, а прикупила себе. И хочу эту тему дальше развивать, изучать. Так вот, чтобы повторить запах клубники, именно химический запах клубники, то есть лимоны, они, как правило, простые ароматы. А запахи клубники, малины, это сложные очень ароматы. Их воспроизвести с точки зрения именно химической промышленности очень сложно. То есть это дорогие ароматы. Там нужно, по-моему, 120 ингредиентов, чтобы воссоздать аромат вот хорошей, настоящей клубники. Вот это дорогое удовольствие. Я уж не знаю, что здесь, какие ароматизаторы, есть ли они вообще здесь или нет. Ну, по крайней мере, вкус клубники очень-очень натуральный. Вот, мне тем они не нравятся. И вот с этих коктейлей у нас была тестовая группа, которая худела. Одна девушка похудела после трех родов на 9 килограмм за один месяц. Был результат за три месяца минус 18 килограмм. И причем худение без одребления кожи, потому что там, ну, то есть кожа не такая дряблая. Потому что тут в составе коллаген, и он именно подтягивает кожу. То есть не только коктейль влияет на снижение веса, но еще и вот этот вот коллаген способствует тому, что при похудении у вас кожа не обвисает. Вот, поэтому классный вообще продукт. Как я его делаю? Вот я взяла кокосовое молоко, девочки, вот у меня новую банку вскрыла, наконец-таки кокосового молока на усмотрение. То есть у меня нет такого, что мне пишут, напишите количество ингредиентов. У меня никогда нету количества ингредиентов, если я не какой-нибудь торт готовила раньше во времена. Все остальные у меня просто на глаз, по вкусу, сколько люблю. Вот, значит, полбананчик у меня здесь, потом кокосовое молоко. И хочу добавить в этот раз красную мачо. Есть, я так поняла, несколько видов красной мачо. И вообще мачо, знаете, что в классическом его варианте, это, конечно же, зеленая мачо. Вы делаете из него чай. Божественный напиток. Вообще всем рекомендую попробовать его хотя бы раз в жизни. Вот, и вот у них тоже есть зеленая мачо. Ссылку оставлю внизу, там еще скидка у вас будет. Вот, и есть еще другие виды мачо. Розовая, голубая мачо. Вот это вот красная мачо. И я так поняла, все, что считается порошком, то есть все, что выглядит как порошок, можно считать мачей. Вот, а в этот раз, видите, вот именно эта компания, она сделала красную мачо из ягод асаи. В принципе, можно заказать ягоды асаи, перемолоть их в блендере в каком-нибудь хорошем, качественном. Вот вам будет мачо. Я думаю, скорее всего, это будет значительно дешевле, чем если вы будете заказывать. Но, вот зеленый чай мачо, сейчас я вам покажу. Вот, зеленый, девчонки, чай мачо, классический. Вот это, это невероятная вкусняха. Я всем рекомендую, к родителям обязательно возьму. Буду их там поить постоянно этой мачей. Вот мачо с имбирем есть. Вот это действительно я вам рекомендую взять. Вот зеленую мачо попробовать. Это как бы не дешево, но особенно с молоком наивкуснейший вообще продукт. Просто, вот знаете, вот я любительница эксклюзивных каких-то, ну не эксклюзивных даже больше. А вот и в еде, то есть я гурман, мне нужно вот этого ощущать. Вкусы разные. Вот, ну зеленый чай мачо, это моя любовь вообще. И сейчас я добавлю еще ягод асайи сюда чуть-чуть. Вот видите, ягоды асайи, они как-то, ну вот мачо из ягод асайи, оно выглядит менее розовым, чем мачо из, розовая мачо из свеклы. Тайской, по-моему, что ли. Ну сейчас буду доделывать, я вам в принципе 150 раз показала этот рецепт. Просто еще хочу раз напомнить. Девчонки, у кого есть возможность, прям закажите эти коктейльчики, попробуйте. Сама хочу посидеть на них хотя бы с месяцок, посмотреть по состоянию кожи. Единственное, у меня не всегда получается их съесть. Почему? Потому что иногда у меня что-то вкусненькое приготовлено, а так как я, если выбирать между чем-то солененьким и сладким, я выберу солененькое, то я ем то, что у меня есть. Вот, а если вот, допустим, сегодня я собираюсь по делам, да, и мне нужно быстренько перекусить, у меня нет времени на то, чтобы готовить. Вот, поэтому я выбираю вот такие вот быстрые варианты. Либо пришла голодная, дома тоже ничего нету, либо уже спать ложиться, а очень кушать сильно хочется. Я вот выпиваю его и за полчаса до сна не... ну, больше не пью. Ну, за полчаса до сна, а потом через полчаса сложусь спать. Вот, ну, просто хочу сказать, у кого есть возможность, это как бы не дешевое удовольствие, там, по-моему, полторы тысячи со скидкой. Ссылку я оставлю внизу, вот в боксе к этому видео. У вас будет, если вы зарегистрируетесь, у вас будет скидка 20% сразу же. Вот, и так он без скидки, по-моему, 1800, а со скидкой полторы, ну, то есть на 300 рублей дешевле. Но, действительно, на нем худели, ну, снижали вес, то есть, понимаете, действительно рабочий продукт, как оказалось. Опять же, ну, ладно, это долгая история, потом, как обычно, я сейчас на 3 часа об одном коктейле. Все, сейчас буду завтракать. Лайфхак я вам, девочки, скажу. Я сейчас заехала в Яблоньку и захотела купить орешков. А они продают орешки в контейнере. Я им сказала, я говорю, не хочу за контейнер платить, высыпьте мне их в пакетик. И они без проблем высыпали. Я уже себе, знаете, такую, в голове придумала схему, что они мне ответить, на что я им скажу. Потому что в прошлый раз отказались мне. Ну, не отказались, они сказали, мы продаем вот только так. Я говорю, взвести на развес. Они говорят, мы только так продаем. Но в итоге они, значит, мне высыпали без проблем. Я просто не хочу переплачивать за контейнер. То есть, мы покупаем эти контейнеры. Мало того, что засоряем планету, так еще и плюс ко всему платим за это деньги. Потому что мы, в принципе, никто ими не пользуемся, мы их выкидываем. И без проблем они мне переписыпали в пакетик. Девчоночки, на улице погода просто райская, чудесная. Вот. Я сегодня с утра рано встала. Мне нужно было ехать по кое-каким делам. Вот. У меня стресс такой был в последние пару дней. Вот. Я решила сейчас заехать себе вкусняшечек купить. Видите, куча ролл здесь понабрала. Сейчас приеду и буду вкусно хомячить. Вот. Снимать стресс таким образом, потому что уже ничего не помогает. Вот. Причем, знаете, создаю и не я его себе сама. Блин. Ну, я почему себе сама проблем не создаю? Почему мне их создают? У меня вот этим вот задаюсь вопросом. Короче, как-то так. Потом, может быть, как-нибудь вам расскажу, когда все пройдет. Сейчас, в принципе, нельзя это даже рассказывать. Короче, как-то так. Все. Домой поехала. Заниматься делами. Я все никак не уеду, как вы знаете. Я к родителям еще собиралась 9 мая. Но до сих пор все никак не уеду, потому что меня не отпускают дела. И прямо осталось совсем-совсем чуть-чуть. Возможно, скорее всего, в воскресенье я поеду. Но это еще не точно. Потому что, ну, остались у меня вот прям вот совсем-совсем чуть-чуть. Чем это день закончится, я не знаю. И когда это закончится, я не знаю. Еще я хотела попасть на массаж спины к Роме. Потому что мне давно уже Аленка говорит, сходи к нему. Он прям ставит на ноги. Он прям вот как будто бы к батарейке подзаряжаешься. Вот его массажей. Ну, наверное, побуду я еще все равно 2-3 денечка здесь. И надо отчаливать уже. Потому что в такую погоду хочется, конечно же, на свежем воздухе чаще бывать. Да, я родителей уже давно не видела, соскучилась. Вот. И к приезду к ним я обязательно заеду в эту ленту. И к приезду к ним куплю ролл. У меня мама очень-очень любит роллы. Я хочу ей прям заказать, чтобы побольше так было. Чтобы она прям насладилась, получила удовольствие. Потому что у них там таких вкусняшек нет. А заедать я стресс буду, девчонки, вкуснейшими роллами. Мне нравится, как делают в этом. Начинки, посмотрите, сколько много. Все это в суши-маркете. Они обычно базируются в магазине Лента. Я обычно всегда покупаю сыр. И там же взяла. Он как раз сейчас по скидке был. Сыр к роллам беру. Потому что я люблю, когда побольше сливочного сыра. У меня всегда есть, в принципе, его суши... Суши. Имбирь можно есть как с роллами, так и просто вообще с, я не знаю, с мясом, с любым. С шашлыком, с пельменями. То есть он хорошо заходит под мясом. Под мясом, можете под рыбу. Но как-то мне под мясо хорошо идет. И я взяла хороший, потому что, видите, он практически бесцветный. Сейчас сам по себе имбирь, вы знаете, белый. Но его для чего-то красят. Для чего красят, вообще не понимаю. Зачем вот те продукты, которые, чтобы красиво выгляделы. То есть вот у меня недоумение. Зачем красить вообще имбирь. Зачем лишний раз добавлять краску вообще в еду. Когда можно, в принципе, просто замариновать имбирь. По идее, можно купить имбирь и замариновать его самостоятельно. Там почистить как-то. Ну и соевый соус. То есть у меня, по сути, у меня всегда есть набор дома стандартный. Это соевый соус, имбирь. И если нет сыра, я докупаю. Потому что обычно я ем с большим количеством сыра. Ролки. Вот эти вообще прям вкусняшные такие. Там столько всякой рыбы. Ням-ням.